Сегодня я услышал новость очень интересную, которая касается очень знаменитого итальянского нейрохирурга И вот хотел бы осветить эту новость и поговорить на эту тему Сегодня всем известно, все СМИ передали по всем новостям, что была впервые проведена пересадка головы с одного человека на другого Или от одного человека к другому Новость просто искрометная, сногсшибательная Потому что до сих пор, насколько мы знаем, в мире никто ничего подобного не производил и не проводил Поэтому речь о пересадке головы от одного человека к другому Она просто вызывает мурашки, не говоря уже о том, чтобы сделать такое А сегодня это было сделано Поэтому я считаю, что эта новость заслуживает внимания Итак, немножечко, кто же провел? Значит, в китайской клинике, так как они смогли предоставить итальянскому ученому все условия для проведения этой операции Была проведена операция итальянским врачом, который очень долго заявлял о том, что он хочет это сделать О том, что он хотел это сделать для одного программиста русского инвалида и так далее Но, значит, ему было отказано И немножечко, пару слов о самом враче Зовут его Серджио, фамилия Канавера Вот, он уроженец города Торин Родился в Италии 1964 года рождения Врач-нейрохирург Значит, еще раз Итальянский нейрохирург и автор, который прилег внимание в средства массовой информации в 2015 году После своего заявления, что в 2017 году он сможет выполнить первую успешную пересадку головы человека Значит, Валерий Спиридонов, 30-летний русский и с болезнью Вервинга Хоффмана Спинально-мышечная атрофия и быстро прогрессируем снижением здоровья Добровольно предложил свою голову для исследования Канавера Но, согласно журналу Инцепендент, пациентом станет гражданин Китая Вот такие вот дела Итак, идея пересадки и критика Это мы немножечко позже рассмотрим А сейчас мы просто дадим небольшое такое определение трансплантации головы Что это такое вообще? Трансплантация головы – хирургическая операция, заключающаяся в пересадке головы одного организма на тело другого Подразумевает обезглавливание пациента Трансплантация головы многократно проводилась на обезьянах, на собаках и крысах Человеку голову пока не пересаживали Главная проблема для успешной операции – отсутствие нормальной технологии Соединение фрагментов разрезанного спинного мозга Поэтому пациенты после трансплантации теряют возможность управлять с помощью мозга мышцами чужого тела Вот это очень интересно, можно сказать Это явление называется квадриплегия Это один из лимитирующих факторов, который до сих пор никому не позволит это сделать Ввиду того, что не существовало нужной технологии для того, чтобы подсоединить тело рецепиента, человека, получающего к компьютеру, к головному мозгу пересаживаемой головы Поэтому пока пересадки головы полезны в первую очередь тем, кто уже страдает квадриплегией или чьи органы поражены настолько сильно, что требуют многократных операций Итак, процедура трансплантации головы критически оценивается с этической точки зрения многими учеными То есть не все, даже с точки зрения религии, католичества, христианства, не все согласны с тем, что вообще это когда-либо можно будет сделать Потому что сейчас, в 21 веке, существует множество технологий Некоторые предлагают имплантировать чипы непосредственно в голову Какие-то другие технологии существуют еще внешнего воздействия Ну и соответственно здесь профессор предлагает, давайте пересадим голову С одной стороны он говорит, что аргументирует это тем, что у него был друг когда-то, который умер от рака Он говорит, ну почему было не пересадить его голову, допустим, в здоровое тело Голова-то была здоровая, можно было таким образом сохранить жизнь Что такое жизнь, что такое душа и вообще достаточно ли одной головы для того, чтобы каким-то образом сохранить жизнь То есть мы пересаживаем голову человека, хотя все его тело умрет после этого Или может быть будет перешито на органы другим людям, допустим, если это было здоровое сердце Там может быть что-то еще, какие-то хрящевые ткани И соответственно этические вопросы всплывают просто моментально Поэтому процедура трансплантации головы критически оценится с этической точки зрения многими учеными И общественными организациями, такими как ПЕТА Так, история Эксперименты Че Гатри 21 мая 1908 года американскому физиологу Чарльзу Голоду Гатри Впервые мне довелось пересадить голову одной собаки на тело другой Гатри соединил артерию таким образом, чтобы кровь целой собаки текла через голову безглавной собаки А затем возвращалась и шла через голову целой собаки Значит, в книге Гатри хирургические операции на кровеносных сосудах и их применение содержат фотографии этой двухглавой собаки Вторая голова была пришита к основанию шеи целой собаки, причем располагалась она в перевернутом виде, челюстью вверх С момента обезглавления до восстановления кровообращения в голове прошло 20 минут Гатри зафиксировал некоторые примитивные движения рефлексы пришитой головы Сужение зрачков, подергивание ноздрей и движение языка Потом есть эксперименты В. Демихова Однако добиться полного функционирования второй головы собаки удалось только в 1950-х годах В ходе экспериментов советского трансплантолога Владимира Демихова Ему удалось значительно сократить время нахождения отрубленной головы без кислорода Благодаря использованию специальной машины, сшивающей кровеносные сосуды Всего Демиховым было пересажено 20 голов Только представьте себе, щенят на тела взрослых собак На самом деле вместе с головой пересаживались сразу передние конечности Легкий пищевод, который опорожнялся наружу Полученные двуголовые существа жили от 2 до 6 дней Но в одном случае собаке удалось прожить 29 дней Ужас какой Также в 1959 году Китай объявил об успешной пересадке головы одной собаки на тело другой Эксперименты Демихова и других ученых оказали большое влияние на всю трансплантологию Так, в 1950-60-х годах в США доктор Норман Шамвей, Стэнфордский университет и Ричард Плауэр Медицинский колледж Вирджини провели множество операций по пересадке сердца у собак Пересадка сердца человека была впервые проведена Кристианом Бернардом в 1967 году В общем, как мы видим, было много попыток, все проводились на животных Но никто не делал этого на людях Даже сейчас ученый итальянский пересадил голову, но покамись Только мертвую голову Это не была живая голова И на это понадобилось аж 18 часов Поэтому покамись с 18 часов, этот срок нужно сократить как минимум до часа Для того, чтобы как минимум приблизиться к сохранению всех жизненных функций И одновременно постараться, чтобы все остальные условия соблюсти И что еще можно сказать? Значит, слова самого доктора Итальянский нейрохирург утверждает, что смог осуществить пересадку головы Возможно, скоро мы услышим об операциях в духе Франкель Шейна Итальянский нейрохирург Серджио Канавера заявил о разработке технологий, позволяющей осуществлять пересадку головы Эксперименты проводятся с 70-го года Но ученые никак не могли заставить работать спиной мозг Все попытки оживить тело после операции неизменно заканчиваются параличом Успехи туринских врачей, итальянских, сделали включение спинного мозга возможным Что теоретически будет использовать в борьбе с ранее неизлечимыми заболеваниями Другие ученые выступают против таких операций Например, доктор Энтони Уоррен, заявляющий Сейчас есть все возможности для пересадки головы человека Непонятно сама идея зачем Еще в 1970 году Роберт Уайт сумел пересадить голову одной макаке другой И доктор Канавера, член туринской группы перспективной нейромодуляции Предлагает использовать похожий метод Он пишет, что самое главное заставить взаимодействовать головной мозг со спинным И сейчас у нас есть такие технологии Вот такие вот дела Согласно утверждению Серджио Канавера, его группой из 100 врачей была проведена 36-часовая операция Стоившая 8 и 6 миллионов Обе головы были отсечены одновременно и пересажены в течение часа Это не фантастика Все это можно осуществить в настоящее время Эта операция может подарить жизнь некоторому количеству людей Я не занимаюсь дальнейшим опытом, потому что в нашей Не нашел спонсоров И в нашей стране, да, как я понимаю То есть в Италии, тяжело найти спонсоров, как и во всем мире Потому что, ну, кто хочет быть, грубо говоря, спонсором Если технология не дает стопроцентной гарантии успеха Деньги никто не хочет тратить Заявляет Канавера Доктор Калам Макеллар из Шотландского совета по биоэтике Прокомментировал это так Звучит, как нечто из фильма ужасов Вот такие вот дела Поэтому сегодня, конечно, эта новость, она облетела весь мир Многие, наверное, подумали, что была пересажена голова живого человека А именно непосредственно вот этого русского блогера Слава богу, пока без этого не произошло Я, как обычный житель планеты Земля И также проживающий в Италии Я, конечно, был очень заинтересован И моментально, моментально нашел все возможные новости Все прочел, посмотрел, определил Для меня это очень интересно Я, конечно, голосую за полностью Поднимаю свою руку Я считаю, что это имеет место быть Это должно быть сделано Если мы можем изучить тело человека максимально И помочь кому-то остаться живым Или спасти для кого-то голого человека Который в дальнейшем может функционировать и жить Пусть это даже продлится недолго Может быть человеку останется уже 30-40 лет Может быть и меньше Но я всегда считаю, что для человечества И я призываю поддержать меня Я считаю, что для человечества очень важно изучать наши возможности Так как уже говорилось, наша планета Это не очень безопасное убежище для всего человечества Поэтому нам неизбежно придется покорять космос И улетать на дальние расстояния Поэтому сейчас ученые пытаются сделать прорыв в этой области Учат непосредственно нейронные сети Распознавать многие вещи И надеются, что именно здесь произойдет прорыв В сторону искусственного интеллекта Некоторые стараются заменить некоторые части головы Какими-то искусственными элементами Расширения возможностей памяти Улучшения зрения И так далее Ну а вот здесь человек предлагает Просто пересадить голову Для начала Чтобы просто понять, как работает нервное волокно Он говорит, что Здесь очень важно Именно электричество То есть дать работать нервной системе И вот такие вот дела В январе 2016-го Канавера и Жень Сяопины Из Харбинского медицинского университета в Китае Написали в соавторстве редакционную статью С Human Health Transplantation Where do we stand and a call to arms В котором они сетовали на то Что их проект Heaven Главное предприятие Анастомоза Может потерпеть неудачу из-за некоторых проблем Это был бы слишком длинный список Но самое главное является существующая система Экспертной оценки Рассматривающая результаты исследования Перед публикацией Эти два исследователя выступили с обращением К частным филантропам Но в их обращении они также назвали И раскритиковали пять из них Сергей Брин, Google Марк Цукерберг, Facebook Энн Ваджитский, 23andMe Джек Ма, Alibaba Юрий Мильнер, DST Global По словам Канавера и Женя Самые последние премии за ночный прорыв Финансируемыми миллиардерами Сириконом и долиной Были присуждены за исследования Которые никак не изменят прогноз По некоторым заболеваниям Потому что миллиардеры все еще полагаются На традиционный процесс экспертной оценки В той же самой редакционной статье Канавера И Женя также сообщил, что в настоящее время Они собирают команды исследователей Из Китая и России И призвал филантропов И ассоциаций больных Сделать финансовые пожертвования На проект по пересадке головы Для осуществления этого проекта Требуется около 20 миллионов долларов В приблизительно то же самое время Канавера и Женя также обратились Непосредственно в средства массовой информации С утверждением, поддержанным в видео О сделанной в Китае успешной операции По пересадке головы живой обезьяны Подобный эксперимент Выполнен в прошлом Вадимиром Демиховым в 54-м году И Робертом Джей Вайтом в 70-х По словам Канавера Пересадку головы обезьяны Провела в Харбинском медицинском университете Команда нейрохирургов Под руководством Сиопина Женя О полноценно трансплантации Речи не шло Следовательно, не пытались Соединить головный мозг со спинным А лишь хотели убедиться Что мозг можно сохранить неповрежденным При отделении головы и тела Для этого в ходе операции Они охладили голову животного До 15 градусов Цельсия Обезьяна пережила вмешательство Без каких-либо неврологических нарушений Заявил Канавер И добавил, что через 2 часов после операции Животное умертвили По этическим соображениям Жень назвал свою работу Пилотным экспериментом По профилактике повреждения мозга В ходе трансплантации Исследованию предшествовали опыты На человеческих трупах Финансировало это китайское правительство Вот, ну, что можно сказать Русские сделали это в 50-х годах Я думаю, что были предприняты попытки Немножечко раньше Поэтому немножко, конечно, опоздали Минимум на 50 лет Я могу себе представить Что за разработки ведутся сейчас в России Если уже тогда они это пробовали делать И если они засекречены То это, конечно, настораживает Также можно предположить Что если уже в те времена Они пересаживали голову То можно предположить Что на сегодняшний момент Мы можем иметь уже цивилизации В космосе О которых мы не знаем О которых человечество только может догадываться Вот 17 ноября 2017 года Канавер сообщил Что группа китайских кругов Провела пересадку головы на труп Операция делала 8 часов И оказалась успешной Следующим оптапом По словам медика Должна стать пересадкой головы Зарегистрированной смертью головного мозга И так далее Значит Вот такая вот новость Я хотел ее поделиться На русском языке Сказать кто такой доктор Этот итальянский Где он родился Откуда он происходит И так далее Очень красивый итальянский город На севере Италии Я бы даже сказал На северо-востоке Нет На северо-западе Италии Который граничит с Францией Вот И Всем удачи Следите Будем смотреть Как развивается событие Вот Блог называется Конечно Мой Спортивный Но так как Спорт имеет непосредственно Отношение К пересадке головы И к любым пересадкам Так как спортсмены Бывает тоже травмируются Поэтому очень интересно Осветить было эту тему На нашем канале Ну а всем пока-пока Ждите новостей Возможных по этой теме А может быть и что-то Интересное новое Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok